Издательство Бомбора. Океан книг. Филиппа Перри. Как не сойти с ума. Навести порядок в мыслях и чувствах. В диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, настольные книги практически всех психиатров и многих психотерапевтов, которые они используют для определения типов и оттенков безумства, можно найти многочисленные описания расстройств личности. Несмотря на все многообразие и постоянное появление новых описаний, в целом все они делятся на две большие группы. Первые заставляют людей существовать в полном хаосе, жить от кризиса до кризиса. Из-за вторых люди застревают в колее из устаревших, костных убеждений. Некоторые из нас умудряются попасть сразу в обе группы. Но что же делать, когда понимаешь, что общаешься с миром в строго определенной манере, или настолько им потрясен, что живешь в постоянном хаосе? Выход из такого состояния я представляю себе широкой дорогой и со множеством развилок и перекрестков, где нет никакого правильного пути. Все мы время от времени заходим слишком далеко в попытках все контролировать. И в какой-то момент оказывается, что мы обращались с собой слишком жестко и теперь застряли. В то же время мало кому удается прожить свою жизнь, не оказавшись в пучине хаоса, потеряв контроль на грани перехода к темной стороне. Это книга о том, как балансировать между этими двумя крайностями. Как оставаться устойчивым и при этом гибким, последовательным, быть в состоянии разгадывать жизненные головоломки. Другими словами, эта книга о том, как сохранить здравый ум. Я не могу притвориться, будто существует некий простой набор правил, соблюдение которых гарантирует и равновешенность. Каждый человек представляет собой результат особенной комбинации генов и у каждого свой уникальный опыт отношений, сформировавших нашу личность. Есть те, кому следует рискнуть и быть более открытым, есть те, кому, наоборот, необходимо научиться сдерживать себя. На каждого, кому необходимо научиться доверять, есть кто-то, кому следует побольше сомневаться. То, что делает меня счастливой, возможно, заставит вас грустить. То, что мне кажется полезным, может быть опасным для вас. Таким образом, на вопросы «как думать», «как чувствовать», «как вести себя» может быть несколько ответов. Поэтому вместо того, чтобы на них отвечать, я предлагаю вам свой взгляд на то, что творится в мозге человека, как он развивался и продолжает развиваться. Я убеждена, что изучив то, как формируется наше сознание, мы сможем лучше понять, как нам изменить свою жизнь. Практика размышления о работе собственного мозга помогла мне и некоторым моим клиентам стать более уверенными рулевыми корабля своей жизни. Возможно, она поможет и вам. Возможно, вам нужно найти новую цель жизни или требуются новые свежие идеи, а может, нечто совершенно иное. Я намеренно говорю столь размыто, то, что помогло одному человеку, может не сработать для другого. И всё же я заметила, что благодаря каждому успешному курсу психотерапии изменения происходят в одной из четырёх сфер — в способностях к саморефлексии, в отношениях с другими, в хорошем стрессе и обучении. А это те сферы, где мы можем работать над собой и вне психотерапии. Их верная настройка помогает поддерживать гибкость, столь необходимую для здоровья разума и его развития. И именно их мы и будем обсуждать. Первое. Саморефлексия. Сократ сказал, что неосознанная жизнь не стоит быть прожитой. Это радикальная позиция. Между тем, я уверена, что постоянное стремление к непредвзятой оценке себя жизненно важно для достижения мудрости и душевного здоровья. Когда мы занимаемся саморефлексией, мы учимся смотреть на себя со стороны, переживать и принимать свои чувства, ощущения и мысли такими, какие они есть, осознавать то, как они влияют на наше настроение и поведение. Развитие этой способности помогает оставаться сочувствующими и непредвзятыми. Она позволяет нам выбирать, как себя вести с учетом ситуации наших чувств, то есть помогает собирать воедино эмоции и логику. Для сохранения психической устойчивости нам необходимо умение наблюдать за собой, которое повышает нашу осознанность. Этот процесс никогда не должен прекращаться. Второе. Отношения с другими. Все мы нуждаемся в спокойных, доверительных, надежных, подпитывающих взаимоотношениях. Сюда также могут входить и романтические отношения, хотя, вопреки расхожему мнению, романтика не является обязательным условием счастья. Обязательным является наличие подпитывающих отношений. Они могут сложиться с психотерапевтом, учителем, любовником, другом или собственным ребенком и характеризуются тем, что этот человек не просто слушает нас, но и читает между строк и даже, возможно, мягко и аккуратно направляет нас. Личность формируется в процессе социальных отношений, и она меняется и развивается также благодаря им. Третье. Хороший стресс и обучение. Правильный стресс создает позитивную мотивацию. Он заставляет нас узнавать новое и становиться креативнее, при этом не является настолько ошеломляющим, чтобы вгонять нас в панику. Хороший стресс обеспечивает нашему мозгу новые нейронные связи. Он необходим для личностного роста и развития. Четвертое. Установки. Когда мы поймем, каким человеком считаем себя сами, мы сможем отредактировать это мнение и даже изменить его, если это понадобится. Так как большая часть нашей личности формируется в глубоком детстве, многие наши установки могут оказаться спрятаны глубоко внутри. Эти установки могут звучать как «я тот человек, который…» или «я не такой, я не делаю». Если мы сфокусируемся на том, что рассказываем о себе, и взглянем на это под другим ракурсом, то найдем новые, более мягкие способы описания себя, других и окружающего мира. Несмотря на то, что содержание наших жизней и те способы, которыми мы реализуем это содержание, у всех разные, перечисленные области нашего сознания представляют собой краеугольные камни психического здоровья любого человека. В последующих главах я рассмотрю эти ключевые сферы более подробно.